В эфире Рыбака Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. На очередном уже 11-м по счету заседании в арбитражном суде Башкортостана по иску Роснефти и Башнефти КФК «Система» представители последней в третий раз попытались дать отвод судье. В очередной раз ходатайство отклонили. Начались вслушания спрошения от АФК о переносе времени рассмотрения. Причиной переноса ответчики указали отказ в изучении документов истцов, которых на прошлом заседании представили более 2000 страниц. На это судья попросила указать фамилии работников Кемиды, кто якобы отказал в доступе к документам. Затем начала вслух зачитывать приобщенные к делу материалы. В Башнефти назвали заявления ответчиков о невозможности проведения заседания не имеющими оснований ни с процессуальной, ни с фактической стороны. По мнению истцов, представители АФК искажают факты и злоупотребляют процессуальными правами. Также в Башнефти назвали нелепыми утверждения о том, что ответчики не успели ознакомиться с материалами суда с учетом многочисленного представительства юристами АФК в суде. В ходе прения сторон представители Башнефти заявили, ими доказано исключительно негативное влияние реорганизации на компанию и, напротив, высокие дивиденды для ответчиков. Общая экономия, по версии юристов Башнефти, составила около 57 миллиардов. Также представители компании заявили, для выхода на IPO не обязательно было ликвидировать перекрестное владение компанией. И буквально в эти минуты суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. До этого было объявлено о том, что рассмотрение дела завершено. Все подробности смотрите в следующих выпусках на РБК. К другим темам. Московское управление Федеральной антимонопольной службой возбудило дело в отношении компании «Универсал Трейдинг» из Башкортостана. Фирма владеет сетью супермаркетов «Матрица» в городах республики, а также в Москве. Регулятор заподозрил компанию в создании дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, установлены разные требования по выплате вознаграждений и штрафных санкций. Владельцам «Матрицы» грозит административный штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 2 до 5 миллионов для юридических. В Башкортостане собрали больше налогов по сравнению с прошлым годом почти на четверть. За 7 месяцев республика перечислила в бюджеты всех уровней без малого 182 миллиарда 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в налоговой службе региона. Так, в федеральную казну поступило свыше 90 миллиардов рублей, рост к прошлому году в полтора раза. В консолидированный бюджет республики зачислено почти 74,5 миллиарда с плюсом почти 10%. Основной объем поступлений приходится на следующие виды налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, акцизы, налог на прибыль организации, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, имущественные налоги и специальные налоговые репримы. Рост поступлений обеспечен по всем основным источникам доходов, отметили в управлении. Взносы на обязательное социальное страхование в республике составили без малого 54,5 миллиарда рублей. Дорогу в Вознесенске-Сарва в Нуримановском районе Башкортостана открыли после ремонта. Пока движение по ней разрешено грузовикам с массой не более 6 тонн. Широкую известность этот 15-километровый участок дороги получил после того, как в июне жители деревни Сарва перекрыли путь лесовозам, которые, по их мнению, не давали провести нормальный ремонт грунтовки. В ситуацию тогда пришлось вмешаться главе региона. В итоге проезд для большегрузов закрыли до окончания ремонта. По информации Госкомтранса, работы велись в две смены. Сейчас ведутся переговоры с Министерством транспорта России о финансировании на 2018 год дополнительных укрепительных работ, которые позволят пустить на дорогу в Вознесенске-Сарва уже 10-тонные большегрузы. И о новостях пока все. Далее смотрите интервью. Субтитры сделал DimaTorzok